Когда один человек, он сидит в церкви, и проповедник или пение, любое участие в церкви, и когда он слышит слово «Спаситель», он вставал и он кричал громким голосом «Слава Христу!». И вы знаете, люди, многие настораживались, и оно было немножко некомфортно это видеть. Но он это все равно делал, и у него спросили, почему ты это делаешь? И он сказал, если бы кто знал, что сделал для меня Христос, и откуда бы он меня вытянул, с какой жизни я был и где я был, то бы я не могу перестать, когда я слышу слово «Спаситель», оно внутри меня, оно просто провозглашает, и я хочу прославлять его имя. И он говорит, что не только он спас меня, но он спас, говорит, мою жену, он спас моих детей. И говорит, когда это говорится о моей жене, обо моих детях, то, говорит, я просто начинаю ликовать и прыгать, и прославлять его. Когда я слышал этот пример, я вспомнил, напомнилось мне в детстве, во время собрания, и раньше оно так было, люди больше часто как-то были, отвечали, когда говорил проповедник, когда говорили «Слава Богу!», люди больше были, говорили, отвечали «Слава Богу!». Сейчас оно меньше, но угасает. Почему-то есть какое-то стеснение, почему-то есть какое-то умолчание, что труднее сказать «Слава Богу!». Но если мы порассуждаем и вникаем, и каждый из нас вспомнит, где я был, в каком состоянии я был, какая жизнь моя была, и чтобы нам сказать «Слава Ему!», это не должно быть трудно в нашей жизни. Это не должно быть трудно каждому из нас, чтобы произнести эти слова и прославить имя Его, потому что Он достоин этого. Продолжение следует...